В прошлой неделе мы начали чуть-чуть разбирать тему второго храма. Мы начали тему о том великом Доме Творца, где каждый человек, который приходил, видел невероятно большие чудеса. Место, где было большое управление присутствия Творца. Где все глаза всего человечества смотрел и до сегодняшнего дня Иерусалим и храмовая гора, но стоит в центре всех и всего, где все глаза именно идут к этому святому месту. И мы начали чуть-чуть затронуть о этом разнице, которое было между первым и вторым храмом, где произошло против всех чудо Хануки. И мы начали чуть-чуть понять то, что разница, один из фундаментальных разниц, которая была между первым и вторым храмом, это было пророчество. Пророчество. Мы рассказали, перевели к Геморру, который приводит то, что сорок лет спустя, после того, как еврейский народ построил второй храм, уже умерли последние пророки. И с этого момента не было уже пророчества в Крале Исраиле. Чтобы не было пророчества, то, что они использовали, скажем так, связи или коммуникация, которая была между Творцом, между высокими духовными мирами и нами, людьми, это было Баткор, так называемый Баткор, голос с небес. Мы сказали, мы сказали то, что это же время было, как наши мудрецы уже пишут, это было то же самое время, как Александр Македонский пришел во власти. С уходом пророчества приходит тоже Александр Македонский и начинает свое королевство распространять и начинает захвачивать мир и так далее, и так далее. Конечно, как мы все знаем, захвачивание Александра Македонского, это отличается от других королевств, от других королей, но это было одновременно. Сегодня с Божьей помощью мы хотим понять, чуть-чуть зайти в глубине, что действительно произошло во время Александра Македонского. Мы уже начали в прошлой неделе говорить о чудесах и так далее, о величии храма, всех вещей. Но затронуть чуть-чуть эту тему во время Александра Македонского, где начался весь, как бы, все большие движения, которые мы до сегодняшнего дня, все Европа и Америка и весь, как бы, эта система, которая в сегодняшний день, как бы, работает, все идет на самом деле от философии, которую Александр Македонский хотел распространять в то время и который потом от греков переняли, это римляне. И, в принципе, сегодня это уже римские правления и таки уже сказали однократно, что наш галют, это есть, в принципе, наше изгнание, это есть уже римский галют. Но, короче всего, на самом деле, они взяли это все у Александра Македонского, который был отцом, который был начало всего этого движения. Как мы знаем, Александр Македонский, вся, все сего, в принципе, философия, на что, как бы, он хотел, то, что он хотел, в принципе, распространять, это все было от его учителя Аристотеля. Аристотель, это был, в принципе, есть отцом всей науки, который до сегодняшнего дня весь человеческий, в принципе, учит. То это будет математика, то это будет геометрия, все абсолютно вещи, которые связаны с этим миром, нету практически ни одного, как бы, течения, где мудрость Аристотеля, и уже не говоря о философии Аристотеля, который до сегодняшнего дня мир не изучает, и технология, и наука не основана, в принципе, на Аристотеля и на всех его, как бы, великих, как бы, вещей, которые он привез в этом мире. Мы же упомянули в прошлых неделях то, что Аристотель, наши мудрецы, выражаются, выражают, говорят, граммам, допустим, пишут о нем, то, что он был чуть-чуть до уровня пророчества, значит, он достиг пика разума, который человек может иметь вообще, человеческий разум, который человек может противопойти. Но все-таки, дорогие друзья, мы видим то, что римлянов, и, извините, греков, и Аристотель, и так далее, и Александр Македонский, все везде, как бы, называем их, как что, как изгнание. Это наука или это продвижение, которое хотел Александр Македонский, как бы, распространять, на что было совано, на философов, это было для всего еврейского народа изгнание. Они хотели распространять свою философию не только на мир и оставить евреев просто в покое, потому что они знали это большим напротив речи, их не у всей философии, но хотели именно прийти и пойти, и поменять, и повлиять на еврейский народ, но через их философию, через их науку. И тогда именно произошло все это чудо с Хануки, и намного-намного дольше, как произошло это чудо, в принципе, с Хануки. Эта, в принципе, история началась с Александром Македонским, которым мы с Божьей помощью сегодня именно хотим тщательно это разбирать. Но идея была в этом, то, что их власть, которая пришла в Израиле, это не было просто так, то, что пришли, вот мы захватили вас. Это была война идеологии. Война идеологии, то, что кто будет принимать на самом деле эту философию, которую Аристотель сносит с собой и так далее. Значит, мудрецы описывают всех четырех изгнаний, которые у нас есть, то, что они все были, в принципе, уже закодированы, уже в Торе, в начале творения этого мира. В начале сотворения этого мира, когда Творец сотворяет этот мир, там написано, что Берешит Бараллокиме, Тешама Ветарес, в начале творения неба и земли. Вегаэта, и была земля Тогу, Вавову, Виххоших Альпенетегом. Тогу, это бездна, это ничего. Коврят наши мудрецы, это вавилонские изгнания. Богу, это тоже своеобразная пустота, смешанство и так далее. Богу, не непорядок. Это было во время персийского изгнания. Это было во время Пурима. Хошех, темнота, была над небезной. Темнота, говорят наши мудрецы, это греческие изгнания. Альпенетегом, над вселенной, Тегом. Тегом, это на самом деле, похоже, Тегом, это на самом деле не вселенная, а это над глубиной. Тегом, это дыра, которая не заканчивается. Дыра, которая глубокая, абсолютно простая. Дыра, которая нету конца. Это называется Тегом. И была темнота над дырой, над сплошностью, над пространством. И наши мудрецы говорят, то, что хошех, темнота, это есть изгнание греческое. Который, как выражается, Альпенетегом, над ликой, над лицом, Тегом, над этой глубиной, именно дырой, которой не заканчивается. Вот эта глубинная дыра, это есть римские изгнания. Который, оно глубокое и бесконечное, так как вот эта дыра. Как мы уже знаем, до сегодняшнего дня Самое же изгнание, которое еврейский народ переживает сегодня, и всех остальных изгнаний, которые у нас было в течение всей истории, это есть римские изгнания. Бесконечно, оно не заканчивается. Две тысячи лет. Сколько лет мы были в Персии и в Вавилоне, все вместе было 70 лет. Две изгнания в одном 70 лет. Греческое изгнание тоже было, но оно закончилось. Или оно частично как бы продолжается тоже в римском. Но очень интересно то, что наши мудрецы выражаются, говорят то, что здесь заканчивается в принципе все четыре изгнания, которые будут у еврейского народа, уже в начале, как Тора пишет, о сотворении мира. Значит, в начале уже творения, уже должны быть эти четыре изгнания. Уже изначально есть это все. Теперь, очень интересно, как выражают наши мудрецы, то, что хошех, это есть темнота, это есть греки. Нужно понять, в чем был хошех, в чем была темнота, в принципе, у греков. В чем была проблема этой философии. Чтобы вы поняли на очень практическом уровне, дорогие друзья, это все университет, вся наука сегодняшнего дня, это все основано на все это. Еще раз хочу повторить. Мудрецы говорят, что это все темнота. Темнота. Который «Ал Пене Тегом» Который как лицо для вот этой безгноты, бесконечности, бесконечной дыры. Значит, римская империя, которая есть бесконечная дыра, которая не заканчивается, Тегом, его лицо что? Это есть греки. Тегом, там нету ничего, нету ничего, там нечего ощущать. Это есть римляне, которые, без Божьей помощи, может быть не сегодня, а на следующем уроке, может быть, как-то это затронем. Но вкратце, идея такая, понятна всем, то, что все то, что греки, все то, что римляне нам до сегодняшнего не продают, и то, что они себе именно показывают, на самом деле, в глубине всего, это все пустота. Пустота. Сегодняшний день мы уже посмотреть на столько многих вещей, все то, что Рим, показывал и доказывал, что это есть ценность определенной, семья, есть государство, есть политика, есть университет, есть здоровье человека. Все эти диалоги, все эти высокие мерки, высокие вещи, которые именно показывался, все один за другим рушится, и показывается настоящий лицо всех этих вещей. Взятки, нечестности, уже показывается настоящий лицо всех вещей. мы видим, что ребята, это то, что вы продаливали нам веками, столетиями, потому что наши мудрецы уже знали, уже от Торы, что там есть. Ром, это что? Пустота, там ничего нет. Но он должен брать какое-то лицо себе. Так какое лицо он себе принимает? Его лицо, это есть тот начало всего, то, что он берет себе от греков. Это философия, это красота, смотри, я красивый, у меня все есть, это у меня основано все на что? Мое лицо, это Греция, это философия, это наука, это продвижение. Но внутри, внутри, когда посмотришь, безгната, пустота, там ничего абсолютно нет. Безгната, пустота, абсолютно ничего не существует там. И это начало вообще всего, которое мы с Божьимом же хотим понять, как, в чем была вообще там проблема, что там вообще там происходило, но вообще до того, как мы посмотрим, понять, что это изгнание, которое мы сейчас собираем именно понять, Ханука, история всего и так далее, и то, что евреи выиграли над римлянами, это не было то, что евреи были сильными и так далее. Дорогие друзья, евреи были настолько малочисленные и настолько слабые, выигрывать от такой могущественной армии, это абсолютно никаким логическим образом невозможно объяснить. Нет ни одного логики, которую можно здесь именно понять. Это все было большой помощь и сято дешмяя Творца. К сожалению, сегодняшний день маккобейцев, маккобей, они взяли, еврейские, евреи взяли, это не абсолютно связано с Торой, они взяли, о, маккобей, это что, это символ нашей силы, то, что мы берем эту силу. Дорогие друзья, маккобейцы, это силы, показывание силы мы представляем себе, настолько это все полностью абсолютно неправильно, настолько это против всего. Но все это, то, что было маккобейцы, и все то, что они выиграли, и сейчас посмотрим тоже Александра Магедонского, и Шимона Цадык, и так далее, все это было изгнание, дорогие друзья, темнота. Темнота. Ничего не видно. Это есть тот определение, который греческие изгнания привез еврейском народе. И это было один из самых самых тяжелых моментов еврейского народа. Мы сейчас как посмотрим это, как мы уже намекнули уже в прошлом уроке этом, то, что из всех, отличия от всех изгнаний, мы были в нашей стране. Мы сами привезли именно это изгнание на себя. Но сам пришел к нам. Представляем, не то, что мы ушли в изгнании, он пришел здесь, мы были здесь, мы. Здесь было изгнание в нашей стране, находясь в Израиле, Бетамикдаш, и все. Там было это все изгнание. Это была темнота. Это была темнота. И нужно понять с Божьей помощью в чем идея, что тут заключается. Но с Божьей помощью лет, лет, с Божьей помощью мы постараемся это все объяснить с Божьей помощью. Теперь. До того, как мы зайдем в истории Хануки и так далее, мы хотели бы затронуть один фундаментальный момент, который связан с Александром Македонским. И то время, когда был Александр Македонский, что там произошло, происходило в еврейском народе. Александр Македонский с одной стороны в Македонии начинает именно свое воинство, свое королевство и так далее. Это же то время, тогда, когда начинается вся философия, все этот, как бы, наука и так далее. И ко всему этому не должны забывать, то, что в принципе, вся наука, которая основана на отрицании Творца, да, которые, это известное выражение, которое говорил Аристотелес, то, что все то, что я не вижу, он не существует. Все то, что я не могу понять, это не сегодняшний день, который мы понимаем, что это абсолютно не нормальное какое-то выражение. Почему? Потому что куча вещей, которые мы не видим, и оно существует. Малеку никто не видит, но оно существует. Наш мозг мы не видим, но мы знаем, что оно есть. Какая-то шутка была. Учитель сказал в школе, ребят, все то, что вы не видите, это не существует. Стал Моше на уроке, говорит, учитель, говорит, у вас нет мозгов. Говорит, что вы говорите? Хуцпа. Говорит, вы видите ваш мозг? Нет. Значит, его не существует. У вас нет мозгов. Известная шутка, которую говорят евреи. Но понятно на всем, что это есть вещи, которые мы не видим, и оно как бы выдает то, что оно есть. Но один из фундаментальных проблем был, это, конечно же, отрицание Творца самого. Но в этом тоже как бы нужно как бы свое объяснение, в чем было и так далее. Теперь, мы хотим чуть-чуть отвести фокус одновременно, где делает Александр Македовский поднимается, что происходит одновременно в Израиле. В Израиле, дорогие друзья, строительство второго храма, как мы уже сказали, сорок лет после строительства храма, еврейском народе есть чрезмерно большое время. Кроме того, что у нас есть второй храм, еврейский народу удостоился в это время иметь уникальнейшееся время, которое никогда не было в еврейском народе. А именно, я не говорю о величии этих вещей, во время Шрама Мелеха было намного больше и так далее, но один уникальный момент, который никогда не повторялся от такого, а именно то, что у нас было сто двадцать величайшихся мудрецов, которые были в еврейском суде, которые назывались Аншей Кнесет Агдола. В Аншей Кнесет Агдола, дорогие друзья, ходили такие люди, так великие люди, как Зару Вавель, Шрая, Мурдыхай, которые мы знаем от истории Пурима, в Аншей Кнесет Агдола, Мужи Великого Собрания, на русском это называется, в Мужи Великом Собрании были несколько пророков, это было Хагай, Зехария, Малахи, Нехемия, эти пророки, которые были последними на пророки, которые, мы уже сказали, в прошлой неделе, последние пророки, они еще принадлежали к Аншей Кнесет Агдола. Мудрецы говорят в действительности, почему мы называем их мужей Великого Собрания, Аншей Кнесет Агдола, Великого именно Собрания. В чем была особенность в том, что мы называем Аншей Кнесет Агдола? Почему у них такое особенное название? В чем величие их? Гамарамаса Хэтема опять-таки описывает и говорит в следующий момент, в чем была особенность этих людей, и мы сейчас посмотрим, каких великих вещей Аншей Кнесет Агдола делали для всего еврейского народа. Говорит Гамара последующая вещь. Почему они называются Аншей Кнесет Агдола? Потому что Шейх Зиру Атара Левешна. Они вернули тот Атара, это красоту, величие, тот скажем так, величие, которое было в еврейском народе, они возвратили обратно. О чем идет речь? Объясняет Гамара то, что Моширобейну мы сейчас понимаем, сейчас родительство это было 400, это было около 700, это было около 1000 лет до них, да? Это было одарование Торы до Ашик Месет Агдола, до этого времени это было приблизительно тысячи лет. Мне кажется, 400 с чем-то это было еще да, мне кажется, плюс-минус было как бы около 1000 лет было не ошибаюсь, да? Мне кажется, около 1000 лет назад Моширобейну во время дарования Торы, когда он дал нам Тору и сказал, что? Моширобейну сказал, Акела Гадола Гибор Вьянора Творец ты есть великий Гадоль великий Гибор могущественный Нора страшный невозможный тебе это делать. Пришел Ермьян Ави который был намного позже Вьямар и сказал Но Приходят неевреи и смотри как они что происходит с храмом как они себя ведут в храме где же страшность где же страх Творца ушло Луамар Нора Значит Ермьян Ави уже пришел во время разрушения храма и сказал что нету страха здесь нету страха и он уже не упомянул великий могущественный и страшный он сказал великий могущественный значит не проявляется это проявление Творца которое называется нора страшность в этом мире Пришел говорит Даниэль это уже разрушение храма это же когда еврейский народ находится уже в Вавилоне первое изгнание сказал Даниэль но храм мечта об этом пепанах не евреи они владеют над сыновьями Творца где же величие его что как же как же можно понять где же величие Творца нету проявления величия Творца и он не сказал Гибор значит что оставил только великий Гадор Гибор и он нора Даниэль уже не говорил Пришли Аши Кнесситта Гдолая уже начало второго храма ато инху Пришли ани вэмру сказали Ате Рабе наоборот зо хи нора отав гиборото зо хи гиборот гиборото шековешет ицро шенотен рахапайм на решаим Пришли Аши Кнесситта Гдолая и сказали наоборот вы говорите Даниэль и Ермия говорите где же как же они сейчас властвуют над бетамикдаш они они разрушили как они властвуют над еврейским народом говорят Аши Кнесситта Гдолая наоборот все все наоборот как же где же величие величие есть в том то что его мощь в чем его мощь в чем то что он держит ярость над решаим над злодеями значит творец то что не делает ярость над ними в этом уже появляется получать его мощь то что в принципе имя решаим злодея полагается сейчас же наказание а что держит где мы видим величие творца где мощь его что настолько сильный как пиркевод говорится кто есть могущественный тот кто может держать себе кто держит себе лябдив чтобы не было своими человеками творцом но аналогично мы видим что творец где его мощь мощь есть в этом то что не дает сразу же наказание злодеям это сказано чекнести Акдула а где же страшность где же страшность творца страх что сказал Даниэль все народы они властвуют над еврейским народом где же его страшность творца где страх перед него нора это страх говорит гемора если бы не страх перед творцом если бы не был бы нора вот это проявление творца как нора в этом мире как мог бы жить один народ среди сколько врагов как может жить дорогие друзья как может быть среди сток народов как они выжили и что они делали дорогие друзья возвратили и сказали так как мы сегодняшний день читаем в нашем сэрэ хакэр хакэр хакадор хакебор вега нора значит где проявление творца где мы видим у нас нету храма ашэн у нас нету где другие народы властвуют над нами именно там есть проявление нора если бы не рука творца здесь в нашем мире особенно мы здесь проживая в Германии настолько это явно видим как мы евреи можем жить здесь после того что произошло что здесь если это не проявление руки творца здесь как мы можем жить здесь это же нелогично народы которые уничтожают нас хотя чтобы у нас не было мы до сих пор здесь если бы не рука творца если бы не нора а творца сказали как бы вообще один народ и такой народ мог вообще выжить среди столько народов и это было величие они вернули все то что Даниэль и Ирмия сказали у него нету проявления нету проявления что есть проявление через какие пути творец сейчас здесь управляет то что этот народ до сегодняшнего дня живет разве это не величие разве это не это это была причина почему наши мудрецы почему Ашикми Аздагдула назывались Ашикми Аздагдула мужи великого собрания потому что из-за того что мужи великого собрания они видели то что пророчество уже уходит и они были последними пророками в их в их время дорогие друзья они делали очень много постановления для того чтобы сохранилась Тора в своем полноценности чтобы люди не приходили и не ломали границы Торы и очень много заповедей которые ограничены и законов из мудрецов которые до сегодняшнего дня уносились это пришло от Ашикми Аздагдула иначе мудрецы неоднократно в разных местах выражаются то что благословление и Авдала и Кидуш утром допустим они были те которые постановили это все и кроме этого много-много многочисленных постановлений которые мы знаем то что это было одни то что Ехискель книгу Ехискель Триасар Даниэль Мигелят Эстер они записали они пришли и захотели чтобы Тору сохранить в их полноценности в их наменосилие в их наменосилие но кроме того то что они делали чрезмерно много усилий для того чтобы еврейском народе оставался Тора в своем полноценности как оно есть и они постановили много постановления ограничения для Торы и заповедей и приход и благословений и молитвы так как оно выглядит сегодняшний день тот Шмон Эстер и тот Шахрид Минха Арви в том форме которую мы знаем они были те которые так именно сформулировали так именно поставили да эта Гемара все идет детальности как это было что наши братцы уже на самом деле постановили и что они забавили это другая тема но тот форма которая у нас есть это была именно от них теперь кроме всех этих великих вещей дорогие друзья рассказывает Гемара нам удивительную удивительную историю которое произошло во время второго храма с Ашекной Стагдула и это дает нам чуть-чуть дверь и ключ понятий во всем чуде именно Хануки и для меня лично я вам откровенно скажу когда я первый раз это увидел для меня это был ответ на многочисленные вопросы которые у меня было в Торе эта вещь объясняет очень много вещей которые может быть мы столкнулись в Торе в Танахе в мудрецах наших это объясняет тот реальный спринтик который мы сегодняшний день тоже живем и все ставить именно на своем и на месте посмотрим как выглядит именно реальность во время начала второго храма и что эти мужи великого собрания что они делали в это время кроме этих всех великих вещей которые мы уже упомянули написано так то что и начали плакать и молиться перед творцом большим голосом объясняет гемора о чем идет речь то что кто плакал творцу и кто молился перед творцом настолько сильно говорится так то что они говорили ой ой они были в было грустно им было больно смотреть на что то что то причина из-за чего был разрушен первый храм он опять начинает проходить к еврейскому народу и опять начинает соблазнять еврейский народ тот тот вещь который разрушал наш храм и убил всех цадыки и всех евреев уберли эта причина опять возвращается еврейском народе во время начала второго храма что это именно это страз кого дозаре идол по конству страз идол по конству в начале второго храма выделили наши мудрецы мужа великого собрания то что он опять возвращается в народе он опять и опять телевизор люди начинают опять делать идол по конству и это была то причина почему был разрушен первый храм столько страшных вещей произошло он опять есть ой веков сказали наши мудрецы что будет опять этот этот и сказали мудрецы то что зачем творец дал нам и цару вообще зачем нужно было вообще и цару разве вся причина почему творец дает нам и цару это для того чтобы человек выдержал свою цару и за это получал награду человек выдерживает свою цару и может побеждать свою цару за это человек получает награду сказали мудрецы нам не нужна ни заслуга ни царара ни его заслуга мы не хотим почему потому что если народ не выдерживает этого всего зачем царара если было бы такое возможно что народ выдерживает и так далее они в силе они в этом понятно чтобы человек должен выдержать потому что если ты не мог бы выдержать и человек дал бы ему Творец дал бы ему такой яцерар, который он не в состоянии, то в чем испытание, это уже не испытание, это уже человек обязан делать этих вещей, он без выхода из ситуации. Но мы знаем то, что правление Творца это не так. Правление Творца так, потому что он дает силы против той яцерары, которая есть у человека. Значит, человек не выдерживает, сказали большие хнистики так дула, то нам не нужно ни яцерара, ни заслугание, это уже не это. Что они делали, дорогие друзья? Написано Написано Написано, что спустился с неба записка, когда объясняет Бен Ишхай, что это была, конечно же, духовная вещь, которая была из духовных миров. И когда он спустился в нашем материальном мире, он получил материальную миноформу. И в этом списке, в этом маленьком написке было написано, эмет, истина. Истина. Значит, другими словами, мудрецы великого собрания, они поняли то, что их задумка, их желание, их все, это было принято от Ашема и Творец согласен с этим. А сюда, говорит Гамара, отсюда мы видим то, что хотамо шеда шем, что печать Творца это что? Это эмет, истина. Значит, точно так же, как приходит человеку в суд и так далее, дает ему последнее решение, дает ему последнее решение, что решает это хотам, это уже все. Точно так же Творец сказал, да, это есть. Беседер, вы правы, вы правы, эмет, эмет. И когда мудрецы это поняли то, что желание Творца действительно так есть, так что они делали? Они постились три дня, постились три дня и три ночи. И после того, как они постились три дня и ночи, мудрецы они видят следующее видение. Нафаката ки гурья денура. В этом после того, как они постились три дня и ночи, и молитвы, и посты и так далее, они видят, как выходит из Кодыш Кодашим, из Бетомиктажа, из самого святого места, как выходит огненный лев. Что это за огненный лев? Сказал пророк еврейскому народу Хаиду яцра де аводозара Вот это есть яцрара аводозары Вот это есть яцрара аводозары И сразу же, как они увидели, что это яцрара аводозары Что они делали? Они начали поймать его, топсу, и из него упала одна волосинка И начал он кричать Этот огненный лев начал кричать И был голос в Азалкалья И ушел его голос от Арбамия Парсей Ушел, как весь Эрет Исраэль Его голос ходил, как весь Эрет Исраэль Мудрецы, они спросили у пророка Что нам делать? Может быть он сейчас будет просить у Ашема Рахамим, представляем себе Желание Творца есть, и все есть Но чего они боятся? Они говорят, что он будет молиться сейчас у Ашема Ашем услышит его Опять-таки здесь Какое величие молитвы Говорят, что может быть он сейчас будет молиться А он будет просить у Ашема, что Рахамим И Ашем услышит, опять зайдет обратно Что вы делаете? Вам нужно сейчас поставить Этого огненного льва Вам нужно поставить его в Свинец В котел, извините В котел Который полный от свинца Закрыть его Тоже свинцом Потому, что свинец это Это вещь Это вещь, которая останавливает Которая останавливает голос Который Останавливает Останавливает голос И таким образом Вы можете успокоить его Вы можете успокоить его Да? Да, сказали мудрецы, амрухой львеет рацион, поскольку это желание время, то есть желание время не вурахма исраты, а вейра, может быть, мы можем попросить у Ашема, чтобы он убрал тоже, что, что он убрал тоже соблазг к разврату, да, получается, творец сейчас убрал, что, соблазг к ецараре, к авудазаре, его нету сейчас, ну, давай попросим тоже, что к разврату тоже, чтобы ушел это все. И они попросили. И что произошло? И творец действительно дал им, дал им возможность тоже, чтобы к страсть к вадозаре, к разврату тоже ушло. Мудрецы они увидели после этого, чтобы во всем Айр-Исраиле в течение трех дней не было свежего яйца. Они ходили, что даже курица уже не идет, петух уже не идет к курице. Ничего не размножается, нету страсти к другому полу. Так они сказали, что нам делать? Если мы убрем его, это конец всего света, не будет размножения. Потому что если курица даже, если петух не идет уже к курице, то тем более люди делают. Все, конец уже всему. Человечество уничтожится. Калья Альма. Если мы попросим, чтобы творец убрал наполовину, мы не можем этого? Почему? Потому что не дается, а только полноценность, полноценная просьба. Что они делали? Они, значит, его глаза, заслепили его глаза. Что-то значит, что заслепили глаза и царали к разврату, то что у человека нету страсти к своим близким родственникам. Так как маме, так как сестре, дочке и так далее. Значит, остальные именно страсти, которые замужные женщины, женщины, которые не дают, которые там в розыске, я подай, что оно есть, яйцерара есть. Но частично они смогли, что делать? Уничтожать эту яйцерару, то что нет уже страсти к близким родственникам. Это геморрад, дорогие друзья, дает нам абсолютно шокированную, абсолютно вещь. Значит, яцерара, которую мы все время слышим в Талмуде, в геморре, аводозара, аводозара не пощадяли, аводозару и так далее. У нас вообще нет этого страсти. Что осталось от этой страсти? Так объясняют наши мудрецы тот волосинка, которая упала из этого огненного льва. И это тот маленький яцерара, который есть в каждом из нас. Но представляем себе это всего лишь волосинка. Волосинка. И это на что говорят наши мудрецы, то что когда придет Машиах, тогда ставлю Рашаим, Цадыким и Рашаим они встанут, и оба будут плакать. И они один скажут, что ой, Рашаим скажут, будут плакать, потому что это же было как волосинка была для меня. Я не смог его победить. А Рашаим, а Цадыким они скажут, ой, это была так как большая гора. Как я мог на самом деле его победить? Волосинка была. Яцерара начинает здесь маленькие вещи. Маленькие вещи. Маленькие вещи. это то, что осталось у нас. Представим себе, какой церара был страсть к Водозоре. Где наши мудрецы говорят то, что если бы поколение наших мудрецов были бы во время поколения, когда было Водозоре, они мудрецы бы сами побежали бы к Водозоре. Они взяли бы свою одежду, поднимали бы и побежали бы за Водозоре. Не могу себе представить этого, потому что его нет. А шек на сетах дола они помолились, они постились, они убрали эту Водозору с этого мира. Страсти к Водозоре нету. И даже к разврату частично они смогли делать. Но остальное есть, чтобы было размножение в этом мире. Теперь. Эта вещь, дорогие друзья, произошла в то время, когда были ошек на сетах дола. Вильницкий Гаон говорит нам то, что уничтожение и церары. Хочу прочитать вам слова Вильницкого Гаона. То, что с того момента, когда была уничтожена, ей церара к Водозоре одновременно было в то же время тогда, когда пророчество ушло с этого мира. Значит, уничтожение Водозоры параллель к чему? То, что уходит уже одновременно пророчество с этого мира. Если есть пророчество, это великая сила в этом мире, тоже есть что? Тоже должно быть противоречие этого. Всегда в этом мире идет, всегда есть баланс. Если дается большая сила негативам, тоже одновременно дается большая сила хорошим силам, позитивным силам. Как в сегодняшний день мы видим. Интернет, телефон и так далее. Это ужасно, если человек неправильно использует его. Но это может быть чрезмерно большая возможность достичь хороших вещей. Но это очень опасно. Очень опасно. Человек, который не умеет сам собой контролировать, может перейти к границе и, не дай бог, может попасть вообще за одним кликом в гейной гейноми, не знаю куда. Но, если человек уже есть и он пользуется и умеет себе, он может величайшие вещи делать, изучать тору, подниматься больше, приближаться больше к творцу и так далее. Сила используется всегда зелью маце. Нет такого, что яйцерара больше, чем человек может. Он всегда дается тоже большей силой, чтобы человек может выдержать свою яйцерару. Значит, что было противоречие, скажем так, сила, который хотел ходить против пророчества, когда была эта великая сила в этом мире, то, что человек был в состоянии общаться с творцом. Была ясность творца в этом мире, что это было Аводазара. Отрицание творца в этом мире, что есть другие силы. Отрицания в плане нет того, что не существует творца. Отрицание того, что, конечно же, есть божество в этом мире, но другая сила, какой-то гечке, какой-то там камушка, какая-то там другая сила, звезды у них силы этому и силы но певодай что есть сила конечно же есть божество в этом мире значит до того как было уничтожено а вот азара с этого мира не было вопроса не дай бог никому тоже кфира полное отрицание да даже мимо дорогие друзья которые мы сказали парашад ноах ним род который йодей отборов в морда он знает своего творца и отрицает его и что он делает идол стали себе идолом значит он говорит я знаю что есть творец но отрицаю его ставить вместе этого есть другое божество это очень внимательно это очень хорошо нужно понять то что не было такой силы в мире в реальности невозможно было бы отрицать реальность творца не было такого невозможно было этого делать было что только творец или ты осознаешь идешь с ашемом и так далее понимая что он есть единственная сила в этом мире и все то что есть это все берете он есть одно единство или же есть противоположное к этому да есть божество но что-то другое есть много богов или там солнце луна и так далее и так далее это было бутазара значит после этого после того как уничтожается силой царапей уничтожается тоже пророчество святого мира и мы сейчас возвращаемся опять тому то что мы начали одновременно начинает александр македонский в греции стать на ноги и начинать свою влияние на весь мир влияние чего влияние отрицание творца через науку за этим очень внимательно до того как не было пророчество в этом мире сила водозары в этом мире невозможно было привести отрицание в этом мире только после того как отрицание пророчество ушло александр македонский в состоянии прийти в этом мире и распространять идеологии своего учителя аристотеля который до сегодняшний день это есть сегодняшний день если бы услышали бы что профессора и ученые так далее говорят это и туда можно посмотреть посмотрим что куча на самом деле великих айнштейн и так далее куча куча великих людей которые вы слышали сто процентов что они только говорили то что мы то что можем понять только понять творца что он дал просто нам здесь и другие с другой стороны великие тоже профессора в этом же мире когда человек живет без бога без божия они говорили это только мешает нам не дай бог даже не хочу выразить за что они говорили как и кфиру какое отрицание творца аристотель это был в начале всего этого отрицание творца в этом мире что есть наука все то что могу видеть это что это мерки померить это туда-сюда это то что есть сейчас к этому попадаю нужно больше объяснения и больше нужно понять о чем идет вообще тут речь но начало всего этого понять то что одновременно с этим пришло другая сила отрицание пришло именно после этого и нужно к этому свое объяснение время себе не позволяет чтобы зайти еще глубже и много чего есть много чем поговорить об этом но затронем еще чуть-чуть маленький момент раскрою вкратце 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 можно посмотреть в Масаха Дюма до самых Тетамудалев написана следующая история который это фундамент этой гигантской войны между Тор и греческой философией рассказывается следующая история то что Кутин которые жили одновременно с Александром во время Александра Магадонского во время Александра Магадонского Кутин такой группировка людей они хотели они построили на горе Герезим на горе Герезим пятом этаж своеобразный как бы храм они хотели как-то делать скажем так заводить чуть-чуть Александра Магадонского чтобы он пришел и разрушил храм разрушил храм и что они делали они пришли Александру Магадонскому и сказали то что он поломал разрушил именно храм теперь эта информация дошла до нашего коемгодоля который был в то время а именно Шимон Хатсадык Шимон Хатсадык дорогие друзья это был конец аншейкнесси так дула значит мы же великого собрания 120 великих мудрецов которые уничтожали царорус этого мира которые которых были несколько именно пророков и так далее конец самый последний который был Мишайяре остатки которые были от кнезда гдолла это был Шимона Хатсадык который был коемгодолем в храме эта информация прошел до Шимона Хатсадыка что делал Шимона Хатсадык Шимон праведник одел одежду коена венитатеф бебигде кеуна переоделся на голове необходимая одежда коена на своем теле необходимая одежда коена и из избранных из богачейшихся из избранных народа Израиля он взял с собой и факелы были у них в руках и ходили и ходили весь ночь ходили на стороне откуда приближаться к ходили на встречу именно Александру Македонскому значит Александр Македонский идет с одной стороны прийти именно против на Иерусалим идут Кутин с другой стороны напротив этого идет Шимона Цадык с избранными важными людьми от еврейского народа с авгод с факелами огня и идет в дороге После того как поднялся утро увидел Александр Македонский издалека что там приходят какие-то люди в огне этими факелами и так далее спросил Александр Македонский михалилу что они что это за люди сказали им ему то что егудим шем арду беха эти говорит этот народ это люди которые прошли против тебя вот это именно про тех людей которые мы тебе говорили эти люди которые прошли против тебя поскольку когда когда они пришли поднялся говорит солнце упакулся позаим и они пришли именно навстречу друг другу они уже приближились намного больше приближить друг к другу кем ашерали шимона цадык представляем себе что сейчас происходит Александр Македонский человек который захватил который властвовал над всем миром да в тем плане так написано он говорит во всем абсолютно властвовал над теми над все то что было король такой великий когда он увидел шимона цадыка спустился из своего трона из своего этого вештахава лефанав он поклянулся перед шимона цадыком король великий Александр Македонский идет и поклоняется перед шимона цадыком Амруло сказали ему мелих кодольщикам кемудха такой великий король так как ты ты поклоняешься перед евреям сказали ему Александр Македонский Александр Македонский отвечает людям дмуту дюкно его образ его лица меня показывается постоянно перед того как я иду на войну и я могу из-за этого выигрывать мои мои войны которые у меня есть значит специально было изначально 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 мейташем было так то что специально показывали его сверху лицо что Шимона цадыка во всех войнах которые делал Александр Македонский и он говорил вау я тебя знаю ты мне знаком откуда от всех воин которые я выигрываю потому что показывается меня уже сверху было это что показывали его лицо давка Шимона цадыка что из-за тебя я выигрываю все мои войны Амар сказал Александр Македонский и все люди которые были там почему пришли Амру сказали отвечает Шимона Александра Македонского знаете сейчас что-то происходит разговор и вообще здесь это история он поклоняется перед кем перед Шимона цадыком кто является Шимона цадыком и Александр Македонский который глава всего того что сегодняшний день мы знаем говорит он Шимона цадыку Шимона цадыка отвечает ему извините Эфшар Байчамит Палелимбо Алеха может быть такой то что в доме где молится ради тебя Александр Македонский Велмал Худха и на твое королевство так как мы знаем Мишна Перкиавод говорится человек мы обязаны как евреи молиться чтоб в народе было в этой стране был шалом был мир переносились семьдесят разных жертвопереношения в праздник Суккот ради семьдесят разных народов Бетамикдаш это место где молится ради тебя Александр Македонский и может быть такое то что доме где молится ради тебя и ради твоего королевства они сказали ты хочешь поломать и может быть такое то что придут и Гои они будут ломать это это Бетамикдаш сказал Александр Македонский кто это сказал а кто это или что это за люди а другие кто они они сказали Кутим они говорят Кутим группировка говорит всех людей Кутим которые уже сказали построили храм Хар Герезим сказал Александр Македонский вот эти люди эти Кутим я даю вам власть над этими людьми и говорит Месуринх и делайте то что вы хотите и потом дальше Гимара продолжает рассказывать что произошло с этими Кутим эта история дорогие друзья это настолько фундаментальные история чтобы понять что же происходит во время Тарвахрама что же происходит с еврейским народом вот эта встреча между Александром Македонским и Шимона Цадыком мы начнем сейчас чуть-чуть объяснять мы не успеем все досконально потому что я бы хотел бы это объяснить тщательно глубоко чтобы мы поняли очень-очень хорошо в каком реальности мы сегодняшний день живем но начнем чуть-чуть открывать секреты которые тут закодированы дорогие друзья начнем с того Александр Македонский он есть Семен он есть представитель всей идеологии всей идеологии и всего то что есть весь сегодняшний римский империя и тогдашний греческий империя вся идеология он есть лицо всего он стоит на одной стороне он он есть отец всего можно сказать тот негативной силы который борется против нас против еврейства против той философии той идеологии то всего то что носит еврейство собой он вычит� он кто хочет распространять силу кфиры в этом мире он есть представитель всего этого дорогие друзья а кто другой стороны стоит Шимона Цадык который представитель не просто физический то, что он есть самый главный человек в еврейском народе? Шимона Цадык. Это есть весь еврейский народ сам собой. Он есть все то, что представляет себе еврейский народ. Он есть все. Дорогие друзья, Александр Македонский поклоняется перед кем? Перед Торой. Поклоняется перед идеологией Торы. Начало всего то, что начался греческая империя, греческая идеология, которая до сегодняшнего дня живет Римская империя, в начале всего этого он уже поклонился перед Творцом, перед идеологией Торы. Что это значит? Начнем с этого, как я сказал, и с Божьей помощью мы это хотим еще продолжить в следующий раз. Это значит то, то, что Александр Македонский осознавал, что весь его королевство, тоже он у него есть, это только потому, что еврейский народ есть в этом мире, который должен бороться против этого галюта, который он сейчас приводит в этом мире. Александр Македонский всегда видит перед своими глазами, так объясняет Рамоша Шапиру, то, что он видит перед своими глазами, кого? Видит Шимона Цадыка. Что это значит, что он видит Шимона Цадыка? Мы понимаем, что это простая история, но в этом заключена глубочайшая смысл. То, что он видит Шимона Цадыка, что это значит, что он видит Шимона Цадыка? Он видит то, что вся причина моего отрицания Творца, говорит Александр Македонский, и весь мой галют, который я должен, изгнание, который я должен привести, это все здесь скроется вокруг евреев. Я привожу это здесь только потому, что есть в этом мире. И ваша задача сейчас бороться против этого. И ваша задача что? Битье здесь только из-за вас. И он осознает это, и что это значит? Потому что он поклоняется, он аннулирует, грубо говоря, себя, потому что я весь мой, то, что я есть, это все из-за тебя, Шимон Ацады. Это значит, что вся реальность этого, кфиры и все, и все, только дано для того, чтобы создавать для евреевского народа, что? Это изгнание. И чтобы в это изгнание, и сейчас приходит невероятная вещь, дорогие друзья, будьте внимательны, чтобы в этом изгнании проявился еще один глубокий свет Творца. Во все изгнании весь цель этого, чтобы проявился в этом изгнании, не просто, чтобы, не дай Бог, еврейскому народу только давать штраф или что такое. В это изгнание было дано, чтобы оттуда вышло какое-то гилюйкфотшамай, которое вышло какое-то проявление божественности в этом мире. Еще дополнительный уровень чего-то, который не было до этого. Изгнание было дано, как, представим себе, отец, который дает своему сыну определенную сложность. Почему он дает его сложность? Потому что он хочет проявить его новые силы, которые у него есть, которые еще не было проявлено в этом мире. Это есть смысл всего Галута. Значит, Александр Макадонский, который является отцом, и, чтобы вы поняли, это вся история с Ханукой намного позже, но он именно, который главой является, он должен именно прийти и осознавать этот момент. Именно против Шимона Цадыка, что весь мой реально здесь. Для чего? Чтобы на самом деле и за вас, и за вас, и за вас, для того, чтобы вы должны именно проявить это что? Эта божественность, которую должны проявиться именно в этом мире. И без Божьей помощью, у вас большая именно работа ждет еще спереди, в следующих уроках, понять, что новое именно вышло после того, как Невуа, как пророчество, ушел с этого мира. Что проявился нового, после того, как Шимона Цадык уже был главой еврейского народа, и реальность, в которой в сегодняшний день живем, как это берет корень именно во всем этом. Но на сегодня, чтобы мы поняли, то что это есть, скажем так, тот выигрыш, который тогда еврейский народ мог иметь именно над Еваним. Но если переведем на очень простом именно языке, чтобы спустить это намного легче, еврейский народ тоже одновременно получает новую абсолютно реальность, которой не было до этого. Еврейский народ, дорогие друзья, в этот момент, когда пророчество уходит с этого мира, спускается сила в этом мире, которая не была до этого вообще раскрыта еврейскому народу. Говорится о том, что до времени, когда было пророчество в этом мире, это сила письменной торы. А время, когда уже ушло пророчество, это была устная тора, которая проявляется все в разуме человека. Все логические, абсолютно разные мышления. Это логическое мышление, это то, что было дано, чтобы проявить божество в этом мире через изучение торы. И одновременно тоже спускается здесь негативная сила Аристотеля, негативная сила Александра Македонского, который тоже использует свой разум и в силу отрицательного творца, и не дает через свой разум, не хочет проявить божественность в этом мире. Это вкратце, чтобы мы поняли. К этому нужно больше объяснение, обезратошем. Мы еще перейдем к этому. И я надеюсь, что это дает больше туалет для людей. Мне кажется, это чрезмерно важно понять, что вообще происходит в Ханку, чтобы осознавать и ощущать, к какому великому абсолютно празднику мы сейчас к обезратошем приближаемся. и чтобы понять, везратошем с Божьей помощью, глубину всех этих вещей, и чтобы это дал больший хизук для нас и для наших семей. Аминькене рацион.